Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, какие у вас отношения с бабочками? А с шелковой одеждой? Если отношения с первыми не очень, а шелковая одежда вам по карману, поздравляю, вы богатый эгоист. Почему? Да потому что сегодня вы узнаете такое, что желание носить шелковую одежду отпадет. Наверное. Все потому, что производство шелка — это геноцид сотен живых существ, который длится вот уже не одно тысячелетие. Встречайте тутового шелкопряда — бабочку из семейства настоящие шелкопряды и единственного в своем роде производителя настоящего шелка. А домашний шелкопряд был в Китае около 3000 лет до н.э. Близкий вид, а возможно и исходная форма одомашненного тутового шелкопряда — это дикий тутовый шелкопряд, который обитает в Восточной Азии, в северных областях Китая и южных областях Приморского края России. Вообще, тутовые шелкопряды довольно миловидны во взрослом состоянии. Это относительно крупная бабочка с размахом крыльев до 60 мм. Усики самца и самки сильно гребенчатые. Это бабочки с коротким густо опушенным телом и широкими крыльями. Тело относительно массивное, толстое, покрытое густыми волосками. Кстати, взрослые бабочки не питаются, так как их пищеварительная система почти не работает. А вот гусеницы едят листики тутового дерева. На выходе из яиц они выглядят как малюсенькие червячки, но разъедаются эти малыши с такой скоростью, как будто внутри каждого из них находится маленькая черная дыра. Через 4 недели миллиметровые малыши уже превращаются в огромных гусениц длиной 5-7 см. Это так называемые шелковичные черви. Набрав нужную массу, здоровички находят удобное место и оплетают себя той самой шелковой нитью, создавая вокруг своего тела толстый кокон. Процесс строительных работ длится более суток, а длина нити может превышать 1,5 км. Внутри этого фантастического сооружения они окукливаются и зимуют, или не зимуют, если дело происходит летом, а сразу превращаются в бабочек. Живут взрослые бабочки не больше двух недель. За это время самцы должны успеть найти свою самочку, которая, в свою очередь, должна успеть оставить потомство. Яйца дамы откладывают маленькими кучками. Этот процесс длится в среднем 3 дня, а количество кругляшей может достигать 700 штук. Выход диких бабочек из коконов наступает обычно на 15-18 день после окукливания. Но до этой стадии шелкопряду дожить не дают. Неизвестно, кто из людишек первый научился добывать шелковые нити из коконов втутового шелкопряда, но можно уверенно сказать, что вскоре этот человек однозначно разбогател. Натуральный шелк всегда, даже в наше время, ценится очень дорого. С того самого первого момента прошло уже 10 тысяч лет. Все это время тутовые шелкопряды и люди не расстаются ни на минуту. Человеки создают уникальные одежды, а толстые бабочки настолько привыкли к тепличным условиям, что больше не могут существовать без людей. Такой симбиоз может показаться и делей. Но на самом деле за ним скрывается массовое насилие и жестокие смерти миллиардов насекомых, которые так никогда и не станут взрослыми бабочками. Беда в том, что кокон нельзя просто взять и размотать. Нити в нем крепко склеены. Дожидаться, пока личинка выберется из кокона, тоже не вариант. Она порвет все волокно. Чтобы разъединить связанные нити, коконы вместе с живыми личинками бросают в кипяток. Вдумайтесь, каждый год миллиарды и миллиарды ни в чем не повинных насекомых гибнут ужасающей смертью, ради того, чтобы кто-то смог похвастаться нежной шелковой одеждой. Кстати, самый ходовой шелк белый, но есть и цветные породы шелкопрядов. А еще цвет можно регулировать, подкармливая гусениц пищевыми красителями. Возможно, вас успокоит тот факт, что сваренные куколки, освобожденные от коконов, не пропадают зря. Их жарят, запекают и используют для приготовления множества разнообразных блюд. Такое вот безотходное производство. В Китае гусениц тутового шелкопряда засаливают, добавляют в омлеты из куриных яиц, либо просто жарят с луком и густыми соусами. В 1987 году в Таиланде Министерство здравоохранения включило куколок тутового шелкопряда в перечень продуктов, которые могут дополнить разработанный рацион для детей дошкольного возраста. А во Вьетнаме с ними варят местную разновидность капустного супа. Южная Корея поставляет консервированных куколок тутового шелкопряда в азиатские магазины по всему миру. А в Индии ежегодно употребляется более 20 тысяч тонн этих насекомых. А как Вы считаете, красивые шелковые наряды стоят миллионы жизней тутового шелкопряда? Пишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.